Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как совместными усилиями можно решать вопросы экологии? Какие природные объекты сегодня особенно нуждаются в защите? И что включает в себя экологическое воспитание? Обсудим это с нашим гостем, председателем Самарского областного отделения Русского географического общества Габибулой Хасаевым. Здравствуйте, Габибулай Рабаданович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день Самарское отделение вот этого общества Русского географического что из себя представляет? Хотелось бы знать. Ну, я хотел бы вначале отметить, что Русское географическое общество – это одно из старейших географических обществ мира. Оно было основано в 1845 году по высочайшему повелению императора Николая I. И с тех пор, в общем-то, достаточно эффективно функционирует. О значимости Русского географического общества можно судить по тому факту, кто руководит этим обществом. Президентом является министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу. А попечительский совет возглавляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Да, серьезно. И вот региональные отделения созданы практически во всех субъектах Российской Федерации. И мы являемся одним из таких региональных отделений. У нас есть уже члены Русского географического общества, которые получили членские билеты, заплатили поступительный взнос, платят членские взносы. Но очень большая группа людей, которые активно работают в составе Русского географического общества, но официально не оформили свое членство. Мы их тоже считаем своими членами. И мы осуществляем разносторонную деятельность. Это и исследовательская, это и просветительская, это и практические участия в решении актуальных проблем географических, экологических. Это большая работа по созданию новых туристических маршрутов, по исследованию культурных, исторических, природных памятников и созданию информационной базы для того, чтобы наше население могло знать это, изучать и так далее. А если взять масштаб нашего региона, то какие природные объекты, на ваш взгляд и на взгляд сотрудников сообщества, особую такую тревожность, тревожное ощущение вызывают? Вот что сегодня беспокоит с экологической точки зрения? Вы знаете, сегодня состояние окружающей среды вызывает озабоченность во всем мире. И не случайно еще в середине 70-х годов неэффективное использование природных ресурсов, загрязнение окружающей среды вызвало чрезвычайную озабоченность правительств мира. И ученым была выработана концепция устойчивого развития, где говорилось о том, что будущие поколения, мы не имеем права лишать будущие поколения природного наследия, природных ресурсов, и надо к этому бережно относиться. И поэтому вот с тех пор, если мы говорили только об экономическом развитии, о социальном развитии, вот в этом не присутствовало экологическое развитие. Сейчас немыслимо социально-экономическое развитие без экологического. Поэтому устойчивое развитие предполагает сбалансированное и экономическое, и социальное, и экологическое развитие страны, территории и так далее. Поэтому это, безусловно, предъявляет очень высокие требования к качеству подготовки специалистов в плане формирования экологического мышления. И сегодня ни один серьезный проект не может быть принят без экологической экспертизы. И поэтому, тем более это очень актуально для нашей страны, здесь очень высокая степень хозяйственного освоения территории, очень высокая плотность хозяйственной деятельности. И вот, как говорится, антропологическое воздействие так сильно, что не всегда природа в состоянии восстанавливаться. И поэтому здесь нужно, конечно, всеми этими процессами бережно управлять. И в этом плане у нас в Русском географическом обществе, в Самарском отделении есть очень активные члены, очень крупные ученые. Я бы сказал, это мирового масштаба. Это, прежде всего, директор Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук Геннадий Самуилович Розенберг, член-корреспондент, и его коллектив, которые ведут очень масштабные исследования совместно, в том числе и с нашим университетом, с Самарским государственным экономическим университетом, где мы создали кафедру экологии, которую тут же Геннадий Самуилович возглавляет. И в рамках научных исследований мы как раз инициируем разработку государственной программы «Спасем Волгу». Да, название уже кринчит, да, что «Спасем Волгу». Да, и мы в этом плане осуществили ряд очень серьезных публикаций. В прошлом году мной был сделан доклад, который мы совместно подготовили, в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации, где вот как раз обосновали целесообразность разработки такой программы, представили макеты этой программы, обозначили существующие проблемы. И не случайно в своем послании, послании президента Российской Федерации, в частности экологических проблем, на первом месте поставил проблему «Волги». Да, потому что «Волга» – это самая крупная река в Европе, она самая большая здесь в европейской части Российской Федерации, и вокруг расположены очень индустриально развитые регионы, конечно, и она очень сейчас нуждается во внимании и поддержке. А на сколько лет рассчитана реализация вот этого проекта? Уже определены какие-то сроки? Ну, это практически должна быть постоянная программа, потому что нельзя вот закончить в этом году, потому что все эти проблемы, они воспроизводятся. Ну, безусловно, Самарская область имеет уникальные, конечно, природные объекты. Это, ну, возьмите комплексный биосферный резерват Средневолгский комплексный биосферный резерват ЮНЕСКО, да, и наши Жигулевские горы, и внутри много других памятников культурных, природных. И, кстати говоря, по инициативе вот у Самарского отделения Русского географического общества мы разработали, я вам хочу сказать, уникальную вещь. Это разработали межрегиональный интернет-проект «Интерактивный атлас туристических маршрутов и достопримечательностей». Что важно и востребовано сегодня. Это такая мощная информационная база, куда мы включили как раз малоисследованные, неизвестные туристические маршруты, достопримечательностей, сервисы наших городов, районов, всех субъектов Привозского федерального округа. Кстати, этот документ получил очень высокую оценку полномочного представителя президента Российской Федерации в Привозском федеральном округе. и Совета регионов Русского географического общества. Этот документ размещен, этот атлас размещен в сети интернет, и любой может с ним познакомиться. Вот всегда такие проблемы возникают, когда много туристов внедряются в заповедные зоны, что кажется, тут вот с двух сторон можно подойти, что ущерб тоже будет наноситься. Мы знаем, какие у нас туристы бывают. Вот как раз и здесь, конечно, надо воспитывать мышление, и важнейшая задача формировать не только экологическое мышление, но и географическое мышление. И в этой связи мы, в плане экологического мышления, я бы хотел привести пример. Кстати, наши студенты очень активно участвуют в наших акциях. Ну, во-первых, мы по инициативе главы городского округа Самара, значит, Олега Борисовича Фурсова, мы заключили соглашение о сотрудничестве с городским округом. И уже проводим ряд мероприятий, связанных с проведением экологических акций. Это участие наших студентов, школьников, членов Русского географического общества, в экологических акциях разного рода. Это и российская территория вокруг городских озер, вокруг городских лесов, в местах отдыха населения, к сожалению, после каждого отдыха, там можно обнаружить гору мусора. И здесь есть над чем работать. И, к сожалению, не всегда наши взрослые подают хороший пример своим детям. Мы это, к сожалению, наблюдаем. Но дело меняется очень-очень медленно. А давайте посмотрим. Вот вы сказали уже про акции. У нас есть сюжет, где как раз молодые люди разгребают мусор на Воронежских озерах. Давайте посмотрим с участием сотрудников географического общества, а потом продолжим разговор. На благо родного города решили потрудиться студенты. Активисты регионального отделения Русского географического общества вместе с городской администрацией организовали уборку на Воронежских озерах. В этом году запланировано много совместных акций. Впереди главное событие – общегородской субботник 22 апреля, куда приглашаются все самарцы. Планируется мероприятие по очистке дополнительно правого и левого берега Саратовского водохранилища реки Волга. Буквально на следующей неделе мы планируем в рамках экологического субботника, который пройдет 22 апреля. Обязательно нужно, чтобы каждый из вас своим конкретным примером продемонстрировал свою причастность, свое право жить в чистом городе, дышать чистым свежим воздухом. Работа кипит, шуршит листва, хрустит снег. Мусор сгребают и убирают в мешки. Немногочисленные сугробы ворошат и раскидывают. Мы рады вообще очищать нашу самарскую территорию. Парк тем более очень красивый. И мы хотели бы на самом деле поспособствовать тому, чтобы здесь было чисто, красиво. Потому что сами же здесь летом будем гулять. Кто откажет помочь в уборке своего города? Это благородное дело. Зачеток здесь нет, но студенты с задачей справляются на отлично. А после уборки приятные бонусы. Всем участникам раздают билеты на концерт популярных исполнителей. Праздник состоится на площади Куйбышева после общегородского субботника. Я вообще об этом не знала. Вот сейчас удивили, приятный сюрприз. Мы, конечно, не заотдохнуть пришли, а поработать, чтобы сделать для нас общее хорошее дело. Но тоже хорошая мотивация отдохнуть потом на концерте. Серебро. Мне нравятся их песни, в принципе. Послушаем. Проведем приятное время с друзьями. Парк Воронежские озера – любимое место отдыха жителей промышленного района. В этом году после уборки территории будут очищены водоемы. Действительно приятно смотреть на молодых людей, которые убираются и говорят, что это благородное дело. И вот я считаю, что это заслуга все-таки такой просвещенческого плана. Потому что раньше молодежь вот редко увидел, чтобы кто-то даже поднял какую-то там бумажку. Я вот добавлю, на территории нашего университета давно-давно, когда я еще учился, в начале 70-х, было природное озеро. Потом это природное озеро превратилось в свалку, бытовых отходов, строительного мусора. И пять лет назад мы начали работу по расчистке вот этого озера. Вывезли 10 тысяч тонн отходов мусора, привели в порядок, посадили деревья вокруг. Студенты посадили более 300 деревьев, таблички повесили. Вот приедут они, потом через 5-10 лет увидят, какое прекрасное стало озеро. Там сейчас появились утки. Понимаете, вот учащиеся третьей гимназии подготовили домик для уток. То есть уже вовлечения в это не только наши студенты, но и вот школьники. А вот местное население, которое проживает рядом, они вечером с детьми на колясках, старики, пенсионеры ходят и отдыхают. Это стало уникальным таким местом отдыха. Облагороженное место, где приятно. Понимаете, вот за всем этим следят наши студенты. Это очень приятно. Вот это уже реальное дело сделано. Я хотела бы поговорить еще на тему вашего сотрудничества общества с муниципалитетом. Вы заключили соглашение. Что в него входит и почему это было сделано? Потому что, ну, подумаешь, вот одни занимаются. Есть департаменты городского хозяйства, они там что-то делают, еще кто-то что-то. А вот почему объединяетесь? Ну, вы понимаете, без вовлеченности населения в город, да, никакая власть не может решить ни одну проблему. Ну да. И в этой связи, я считаю, надо солидаризироваться с властью в решении тех проблем, которые нас волнуют. Мы можем критиковать. Понимаете? Наверное, где-то это правильно. Но если мы будем занимать такую позицию наблюдателя, да, и критика, то ничего в нашем городе не появится. Надо с властью участвовать в решении реальных, конкретных проблем. Вот. Великие проблемы складываются, великие достижения, они складываются из мелких дел. Вот пусть каждый студент соберет, если каждый житель Самары подберет хоть одну пластиковую бутылку, да, это, считайте, миллион двести тысяч, город будет уже чистым. Да, правильно. Вы знаете, я еще слышала такая позиция, в последнее время появилась, вот такое неприятие создать у людей к тому, что вот есть мусор. Вот именно воспитать вот эту вот позицию, что не должно так быть. Вот это тоже правильно. Действительно, как я с вами согласен, неравнодушно. Я наблюдаю от мусора и говорю, ой, как все тут грязно у нас, вообще грязный город. А вот именно не принимать это и справа. Конечно, вот если мы уже будем воспитывать детей с этого возраста, да, вот со школьного возраста, к неприятию вот такого отношения, вот такого поведения, да, мы воспитаем поколение, которое действительно будет и любить, и ухаживать, и беречь вот нашу природу. Вот этот процесс уже пошел. Вот этот процесс пошел, и мне очень приятно. Я же говорю, вот мы всем говорим. Вот видите, вот домик плавает на озере, да, для уток. Это сделали вот школьники из третьей гимназии. Они узнали про наше озеро, сделали и привезли. Понимаете? Вот это очень приятно. Да. И поэтому много у нас еще планов с администрацией городского округа Самара в этом отношении. Я думаю, это мы сейчас будем заниматься инвентаризацией свалок, отходу их, будем проводить просветительские. Вот вместе с самарской газетой мы хотим организовать лектории на экологические проблемы. Хотим вместе с администрацией городского округа снимать видеоролики об уникальных местах нашего города. А на самом деле уникальных мест очень много, и мы очень плохо знаем свой город. И я думаю, что вот это должно очень всем нам помочь. Знания никогда никому не мешали. Конечно. А незнание, оно как раз ведет к неадекватному поведению. Давайте посмотрим сюжет о том, как было подписано соглашение, что в него входит, и потом продолжим разговор. Город, в котором дышится легко, за последние два года Самара в экологическом рейтинге Министерства природных ресурсов России поднялась на три строчки вверх. Это результат повышенного внимания к сохранению природных ресурсов. Только за последние два года незаконных свалок в городе стало меньше в несколько раз. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Самары и Русским географическим обществом – новый шаг в улучшении экологической обстановки. Безусловно, тот ресурс, которым обладает Русское географическое общество и в образовании, и в просвещении, и в оценке экологического ущерба – это мероприятие, которое внесет очень серьезный вклад в экологическое оздоровление нашего города. Вместе с общественниками будут проводить образовательные акции для молодежи, викторины для дошкольников, очистку от мусора парков, скверов, зеленых зон, озер и рек. В этом году начнут чистить воронежские пруды, а рядом со школами и детскими садами установят специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Переход на экологическое обращение с отходами – одна из задач большой городской программы. К нами разработана трехлетняя экологическая программа, там применены новые совершенно подходы. Очень много вопросов уделяется для совместного решения с общественными организациями, с общественностью. Я думаю, что вот такое отношение, партнерское, дружеское, позволит нам задачи, поставленные по наведению порядка в городе, решать гораздо быстрее. Очень важно, чтобы тот акцент, который сейчас делается на экологическую проблематику, сохранился на все последующие годы. Бережное отношение к природе – задача не только властей и общественников. Это касается всех жителей. И каждый может помочь родному городу стать еще чище. Нами ведется уже на сегодняшний момент очень серьезная и глубокая карта, интерактивная карта, на которую наносятся места, где незаконно складируется мусор. И то, что мы сегодня увидели вот это подписание, это очевидно говорит о том, что все граждане Самарской области могут реально принять участие в том, чтобы наш город, наша область стала чище. Наша основная задача всех вместе – сделать город чище. Чем больше общественных организаций, жителей включатся в этот процесс, тем будет лучше для нас, для всех, для города. Сделать чище воздух помогает постепенный переход на автобусы на газомоторном топливе, что существенно снижает количество выбросов вредных веществ. Идет работа над законодательной инициативой по снижению транспортного налога на машины на газу. Рассматривается и вопрос строительства дополнительных газовых заправок в Самаре. А что должно стать результатом вот такого сотрудничества? Всегда же нужно строить планы, к чему нужно прийти. Вот у вас какие задачи? Ну вот обозначены конкретные мероприятия и по очистке территории, по инвентаризации отходов, по проведению разных экологических акций, учебных мероприятий, лекториев. Вот это и есть результат, который в конечном итоге изменит то, с чего мы начинали, экологическое мышление нашего населения. Я хочу сказать, что мы работаем не только в Самаре, мы, наше общество принимало активное участие в восстановлении сгоревшего леса в Тольятти. Участвовали в этих акциях, да, в 2010 году участвовали в этих акциях несколько раз. Сегодня мы формируем местное отделение Русского географического общества, чтобы активизировать работу, вовлечь как можно больше участников. Вот буквально в субботу состоится подписание документа о создании северо-восточного местного отделения Русского географического общества, Самарского отделения, в Клявлино, где войдут все регионы Похвестинский район, Сергеевский район, Камышлинский, Исоклинский и Клявлинский. И в планах у нас создание такого отделения в Тольятти, чтобы вовлечь людей. Там есть очень уникальные люди, заинтересованные, которые могут вокруг себя создать мощный коллектив по благоустройству всей нашей территории. Но эта экология не единственное направление нашей работы. Мы уделяем очень большое внимание повышению экологической, географической грамотности населения. Вот такой связь, мне вот очень понравилась вот эта связь экологии с географией. Первый раз об этом слышишь, потому что мы разделяем всегда географию и географию, а экологию и экологию. Их трудно разделить. И здесь, конечно, одно из таких крупных, на мой взгляд, очень важных направлений, это проведение географического диктанта. А что это такое? Вот такой вот грамматический слышали. Всероссийский есть географический диктант, он проводится раз в году. Позапрошлом году впервые такой диктант проводился на территории Самарской области. Мы еле-еле набрали пять площадок там, и очень буквально десятки людей участвовали во всей территории области. А это на знание географии или что? На знание географии, да. Понятно. И в прошлом году уже, в ноябре месяце, было у нас 59 площадок, участвовало более трех с половиной тысяч человек, это начиная от школьников и кончая уже лицами достаточно пожилого возраста, были даже 85-летние. Причем все добровольно было организовано 59 площадок, но общие итоги говорят о том, что, к сожалению, пока в целом у нас географическая грамотность находится на достаточно низком уровне. Из 100 возможных баллов, средние баллы у нас составили по области 50. По России 52 балла, мы чуть ниже. Но, что любопытно, с возрастом уровень знаний географии повышается. У нас был низкий балл средний, объясняется еще тем, что в составе участников диктанта было очень много молодежи до 18 лет. И, к сожалению, в школах сегодня географию уже после девятого класса перестают изучать. Кстати, вот президент Путин сказал, чтобы увеличили количество часов географии. Да, это крайне необходимо. Но как можно жить в стране, не зная свою страну? Очень часто наши люди лучше знают Турцию, здесь отдыхают, там не другие страны, а меньше знают про свою страну, свой регион и так далее. Поэтому мы этому очень уделяем большое внимание. Вот и сейчас ситуация разворачивается. Внутренний туризм же набирает обороты на самом деле. Больше же становится людей, которые... Да, и я вам могу сказать, мы провели такую впервые научно-практическую конференцию «Приграничное туристическое сотрудничество России и Казахстана». Ух ты, интересно. И на площадке нашего университета все муниципальные образования представили свои туристические продукты. Это было уникальное мероприятие. И впервые на одной площадке встретились разные даже муниципальные образования и узнали о себе очень много нового. И поэтому мы сегодня развиваем вот такие центры, активно взаимодействуем с правительством Самарской области в этом вопросе, с департаментом по развитию туризма. Очень эффективно у нас работает отделение по туризму нашего Самарского отделения Русского географического общества. И мы привлекаем для встречи с молодежью известных путешественников, как самарских, тольяттинских, так и из других регионов, что вызывает, безусловно, интерес у нашей молодежи. Выставку «Самая красивая страна». Мы проводим картин, нам представляют такую возможность фотографии, да, я извиняюсь, не картины, а фотографии. Нам это представляет наш головной офис Русского географического общества. Там очень хорошие, качественные фотографии, действительно, да, я знакома. Поэтому здесь, конечно, очень много... А лично вы для себя открыли какое-то место, вот вы столько интересуетесь, занимаетесь, да? Вот одно из последних открытий ваших, на которые вы хотели бы ориентировать наших жителей, которые тоже посетили с интересом, узнали что-то новое о нашей области? Или где-то вот есть такое место, которое вас привлекает лично? Да, меня очень много привлекает. Я, например, не знал, ну, так вот читал, знал, но не представлял, какая же все-таки у нас красивая область. Да. Вот. Вот как посмотришь со Стренной горы, да, в хорошую погоду, ну, какая чудесная природа у нас, какие великолепные возможности. Да, а я добавлю, молодец и Курган. Молодец, да, все, вот эти, да. Тоже, как посмотришь оттуда с Кургана. Да, и даже вот те же Жигулевские горы, внутри там, это же флора, фауна, она же уникальна, и такого нет нигде. А потом сколько родников интересных, да, вот. Вот, и потом, посмотрите, в каждом вот этом нашем атласе, да, многие откроют заново для себя Самарскую область, кстати говоря, вот. Да, обязательно надо зайти посмотреть. Да, надо всем посмотреть, да, это очень. Потому что некоторые ломают голову, вот есть отпуск небольшой, куда бы съездить, а тут вот недалеко. Там сервис есть, как они позволяют, не тратят ли время на поиск информации, там вся информация есть. Да, ну, еще вот тема большая, к сожалению, научная составляющая работы ваше общество, но у нас немного времени остается. Вот если кратко сказать, чему посвящаете научные труды сейчас, чем занимаетесь? Ну, в научном плане мы сейчас развернули такую комплексную тему по изучению природных ресурсов, экологической ситуации и развития, вот, сохранения уникальных природных исторических памятников Самарской области. И что мы можем делать? Мы проводим научные конференции. Например, каждый год мы проводим конференции по инновационным подходам к управлению экологическим, экономическим, социальным развитием Самарской области. Этой проблематикой заинтересовались наши соседи из Башкирии, и в этом году мы решили совместно с ними проводить эту конференцию уже на территории Башкирии. Будем переносить свой опыт в соседнюю республику. Они заинтересовались. Вот это очень важный момент. К сожалению, время заканчивается. Еще один очень важный момент я хочу сказать. Мы участвуем в грантах Российского гуманитарного научного фунда и ведем исследования по управлению устойчивым развитием биосферных резерватов уже в масштабе всей страны. В качестве объекта исследований, на базе исследований нашего Средневодского комплексного биосферного резервата. Понятно. Спасибо большое. Услышал очень важное слово «сохранение». Я тоже думаю, что это очень важно, сохранить то, что мы имеем. Спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.